Мерхабе! Привет! Мы в Дидиме. Да. Работаем уже, предлагаем экскурсии. Да, вращается, если надо. И собака участвует в нашем видео. Клевая хаски. Хатон? Как его зовут? То ли Хакон, то ли Хокан. Хакан, да-да, Хакан. Е. Ну что, мы... Давно не записывали видео. И давно их не выкладывали. Но не выкладывали давнее, чем не записывали. Потому что интернет здесь давнее. Ахаха. Вчера мы стопили. Из Мармариса. Да. Дидим. Это всего где-то 170 километров. Ну, 200 максимум. За четыре часа мы управили. За три с половиной, если быть точным. Последний водитель был очарован Мишей. Знание которого в турецком языке с каждым днем все лучше и лучше. Они уже могут вести беседу. Понимать друг друга. Вот. Было весело. Ничего не понимать. У меня есть одна маленькая фичка, но я вам ее не раскрою. Я раскрою. Но потом, в следующем видео. А еще надо сказать, что только вчера мы попробовали поехать в Фитхие автостопом 130 километров в Мармариса. Мы сделали это. Но мы не учли одного моментика, что на территории Самау Фитхие нет городских пляжей. Вообще пляжей. Там только пристань для я. И мы, как лохи в купальных костюмах с кругом и прочими принадлежностями шпарили километра три. Это ни к чему хорошему не привело. Мы только посмотрели на Средиземное море. И все. И уехали обратно на Мармарис. Очень обильно. Да. Что вам рассказать про сам Мармарис? Это фешенообильный курорт. Это какой курорт? Это курорт с русскими бедловатыми, русскими. Куда ни глянь, везде одни русские. Мы ездили на пляж в Чмелер, потому что там довольно чистенько и аккуратно. Там нас в баре неожиданно нашел человек, который предлагал нам останавливаться у него на кауче. Да, то есть мы не договорились останавливаться, но он прямо на улице сказал, я его знаю. Налил нам бесплатные напитки, потому что владелец бара. Прикольно было. У него сейчас девушка из Пензы останавливается. Она переехала вообще в Турцию, решила работать здесь. Мы были на Бар Стрит, одна из самых основных достопримечательностей. Я такого никогда не видела. Мне кажется, я полный консерватор вообще, после того, что я там увидела, потому что девушки с подушками, подложными под блузку, чтобы грудь казалась шестого размера, очень короткие юбки, какие-то наряды а-ля восьмидесятые, девяностые, но край двухтысячные. Но сейчас так уже никто не одевается. Где они тут все нашли эту одежду? Что русские туристы, что местные турецкие бабы, что англоязычные. И я просто в шоке от таких видов. А еще там было много трансвеститов. Представляете? Мы просто в шоке. Первый раз в своей жизни видели реального такого трансвестита. Когда ты думаешь, что издали идет женщина довольно странная, а потом она, поравнявшись с тобой, заговаривает с подругой. Ну, видно, но круто, не знаю. Я никогда не видела трансвеститов. Чувак из Чапаевской не считает. Там где-то метров на двести баров, наверное, кажется. Расстояние между ними, я не знаю, метров десять, наверное. На рынке, как на Киричево, когда идете, там ботинки продают, а здесь бары также. И это ужасно. Это очень громко, шумно, пьяно, ничего не понятно. Где-то бабу тащат на плече, а куда-то она бежит. Где-то какие-то мужики танцуют по уголу уже на барной стойке. Это явно не наше развлечение. И поэтому мы сегодня, если Мармарис находится на стыке Средиземного Эгейского моря, то мы сегодня уехали на чистое море. Эгейское. Мы в Дидиме. Вот. Я считаю, это пенсионерский курорт. Здесь очень много старичков. И здесь очень много турков. И самый главный плюс, что здесь нет русских туристов. Поэтому на нас даже никто не обращает внимания. Все только на турецком зазывают, разговаривают. Они мне говорят только «my friend». Они не говорят «привьед заходите». И они даже не знают ничего о России, кроме Москвы. Ну, все отлично, нас это устраивает. Сегодня пойдем купаться на море. Оно очень мелкое. Примерно 500 метров ты идешь, и оно тебе по грудь. Нет, по грудь, по грудь, по талию. Что он сказал? У нас приютил человек. Хороший и добрый вроде бы. Пока что он довольно-таки добрый. Вот этот человек. Привет, люди. Меня зовут Али. Да, теперь он вошел в историю. На самом деле у нас произошла странная ситуация. Мы приехали вчера в Дидим. И человек, который нас должен был хостить, сказал, что мало того, что он уехал на ужин в Кушадасы, потому что мы ему не отвечали. Так он еще не в Дидиме живет. Да, не в Дидиме, а где-то рядом, километров там 50. И мы написали last-minute request. И человек ответил на то. Ура, ура, вам повезло. Обычно я никого не принимаю, но... Это знаете, когда мы приехали в Каппадокию и на остановке встретили человека, англоязычного, который сказал, «А, да, я был соседом Бруна Каталотни. Да, давайте я напишу ему в WhatsApp, скажу, что мы едем. Да, я знаю, как добраться до Эргюба». Как это вообще работает? Как это происходит? Что мы приехали в незнакомый город вообще и сразу, хоп, встретил человек, который говорит, «Да, я его сосед, короче, я знаю, как добраться». Нас пригласили на турецкий завтрак. Али – хозяин конторы туристической по экскурсиям. И он говорит, «Пойдемте, мы будем завтракать». Вообще очень круто останавливаться у людей, которые в туристическом бизнесе, потому что они все знают и предлагают себе халяву. Все, мы пойдем кушать, а вам пока-пока. Скажи пока, Додь. Пока.